Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, сегодня у нас замечательный день. Мы празднуем именование нашего храма, празднуем память святых, честь которых еще в XIV веке был здесь небольшой храм. Там он был пригородным имением боярина Дмитрия Донского и Акинфа Шубы, почему место называется Шубина. Многие полагают, что это то, что тут шубы шили, но дело не в этом, а именно так. И вот уже тогда на Руси почитались бессеребники, творцы, космидемян, осийские. Мы знаем три пары таких бессеребников, римские, первые по времени, затем персидские и вот осийские. И надо сказать, что в Греции эти святые очень знамениты, мне приходилось бывать в Греции, практически я не видел ни одного храма, где бы не было иконы космидемиана осийских. То, что у нас при входе в храм мозаика римских, космидемиана, связано с тем, что когда храм открывали, то в документах как-то было сказано, что это именно они римские, и поэтому сделали мозаику такую. Но когда мы стали расчищать стены храма, вот в нашем южном пределе, посвященном как раз космидемиану, вот, там видно, что это осийские. Они не были мучениками, они были целителями. И вот это служение целительства, мы понимаем, что в нашей жизни, пожалуй, одно из самых главных. Все мы страдаем разными немощнями, разными болезнями. Вот, и дар исцеления, конечно, весьма ценен. И, как говорит мы в послании к Коринфянам, которые сейчас слышали, апостол Павел, не все обладают этими дарами. И, тем не менее, все и с этим еще вспоминаются слова Христа, когда Он говорит, «Дела, которые я творю, и вы будете творить, и больше этого будете творить». Мы можем удивиться, как же так. Мы понимаем, что вот никто, мы редко встречаем людей, которые бы как бы так исцеляли. Но на самом деле, развитие медицины, которую мы все с вами знаем, это и есть именно тот дар, который Господь дает. Обратите внимание, что наука сложилась только в христианской цивилизации. Только. Ни в китайской, ни в буддийской, ни в индийской, ни в исламской, только в христианской. Поэтому здесь дается вот такой взгляд на мир, что мы имеем потрясающие условия по сравнению с тем, как жили люди где-нибудь там 18-19, я уже говорю, раньше, до Рождества Христова. Свет, холодно на улице, мы спокойно находимся в храме, по всему миру летаем на самолетах. В интернете мы видим множество, столько информации, сколько вообще трудно себе представить. Правда, к сожалению, на 90% она и нужна, и вредна, но есть и полезная. И вот так развитие медицины. Обратите внимание, что вот в 19 веке, я специально смотрел годы жизни многих знаменитых людей, редко кто доживал до 60 лет. Редко. А сейчас мы видим немало людей и 90, и почти 100. Слава Богу. Конечно, это развитие медицины, которая есть тоже плод науки, плод того знания, которое Бог открывает христианскому миру. К сожалению, правда, бывает так, что человек, начиная заниматься наукой, так превозносится, что теперь все знают, все объясняют, все... Вот. Но это далеко не так. С самого начала мы не знаем. Человек, который только пробует заниматься наукой, ему кажется, что вот, это все объяснимо. Вот знаменитый физик Гейзенберг говорил так, что первый глоток из чаши познания, из чаши науки, может привести к атеизму. Но на дне этой чаши человек встречает Бога. Неслучайно известный антропный принцип. Да, в начале мига взрыв из первоатома. Но позже в физике находят, что те параметры физические, которые сложились в первую миллисекунду, меньше секунды, они не могут быть случайны. Они все таковы, что если там немножко что-то не так, жизни не могло бы быть. Так что, но мы ценим не только их за дар целительства, а главное за дар бескорыстия. Бессеребники, космидемиан. И, конечно, речь идет и о прямом смысле бессеребничества. Мы знаем, как губительно бывает коррупция и прочее, как это все печально. Но и в наших взаимоотношениях очень часто важно нам помнить вот это бескорыстие. Делать добро, не ожидая, что нам обязательно будет в ответ тоже добро. А если не дали добра, мы обижаемся. Как же так? Я вот ей мудрее ездил, а она мне ничего. Как же такое? Это несправедливый и так далее, и так далее. Нет, бескорыстие. Потому что бескорыстие – это есть одна из сторон любви. И вы сегодня слышали послание, знаменитая 13 глава, первое послание к Арифинам, где Павел говорит о том, что если я имею дар порочества, говорю языками, мы это только такую, что горы могу переставлять, а не имея любви, я ничто. Даже если тело свое отдам во всех сожжениях, а не имея любви, нет ни в том никакой пользы. Так что вот призывает нас этот праздник к любви. Любовь начинается интересна не с того, что там нравится, не нравится, а любовь долготерпит, милосердствует, не завидует. Такие все ложные вещи. Нищет своего. Не радуется неправде, радуется истине. Никогда не перестает. Вот будем сегодня, в этот зимний тщательный день, просить не только физическое исцеление нашего тела, но и нашего разума, нашей души, нашего сердца. Потому что мы воспринимаем мир не только разумом, не только научно, но и сердцем. Оба эти виды познания, сердечная интуиция, именно через нее приходит вера, через нее приходит чувство радости молитвы. А значит, радость спасения твоего, говорит Песня от Эпсалом. Вот это и есть действие Божие. Радость спасения. Потому что вера – это не только убеждение, это, прежде всего, внутренняя сила, которую человек чувствует, когда действительно Господь касается его сердца. Мы будем следовать этим наставлениям. Будем просить, чтобы Космой и Демиан молили не только о том дарывании нам здоровья, конечно, это необходимо для каждого из нас. Не случайно просим христианское кончины жизни нашей, бесполезной, непостыдной, мирной и доброго ответа на страшное судище. Будем об этом просить и будем настраивать свое сердце так, что оно было открыто именно к любви. Любовь, которая долго терпит, милосердствует и завидует, и ищет своего. Аминь.